Планета дзюдо Динамовец И мы сейчас давайте зайдем внутрь В один из залов Это буквально новый зал, недавно открытый И посмотрим, как проходят занятия Поговорим с Алексеем Котовым И узнаем у него Что же такое дзюдо А вот и Алексей Котов Своей персоной Алексей Здравствуйте Роман Георгиевич Официально Алексей, первый вопрос Который я задаю часто людям Тренерам Дзюдо это легко? Сложно Клуб называется Динамовец Почему? Потому что мы были С детства Приближали к Динамо Даже если честно Не помню историю Как это произошло Но дальше Жизнь Каким-то образом Выбила именно Структуру МВД И Всю жизнь Спорт Был в Структуру МВД рядом Структуру МВД Точно так же Она Тоже Все время Рядом с Динамо Помимо того Что она там работала Она еще и Носит погону Носила погону Поэтому По кухне Носит гинамовец Потому что мы Повышали Из этой организации Прыжковая работа Три серии Приготовились Сначала Веревочка Серия Потом Чехарда Прорезание И заканчиваем Винегрет Приготовились Вперед Сражайся В живот А быть тренером Это сложно Но сложности В любом случае Есть Поехали Первый номер Веси прыжков Вереночка Камушек Чехарда Поперед Приготовились Готовимся В чем Основная Сложность Или как-то Трудность Быть тренером Мне кажется Нужно С малышами Иметь очень сильное терпение Потому что Они Внимательные Рассеянные Поэтому Пылить нельзя Нужно просто Быть Крепким Крепким Орешком Хорошо Это с малышами А постарше Ребята Ну а со старшими Тут мне кажется Немного проще Потому что Они уже Прошли Эти Этапы Воспитательные Поэтому С ними Проще По взрослому Семь уже Объясняешь Разговариваешь Лично тебе Интересней С кем Ну конечно С матерей Мотель Эту технику Мы должны Сразу На автомате Попробовать Сделать На соревнованиях Потому что Это Очень хорошая Вещь Сейчас Стойки В партеле Ребят Не стойки А именно Продолжение В партеле Когда возникла Первая Мысль О том Что Я хочу Стать тренером Ну если честно Она не возникала Просто мне Продолжили Поработать Тренером Предложил Мой Дядя Евгений Палыч Он работал В Организации Добровольной Народной Дружины И говорит Алексей У нас там Только детей Есть У наших Работников Не хотел бы ты Попробовать С ними Поработать Ну я В общем Будучи спортсменом Пошел К малышам Возраст Разный был Первоклассники Такой вот И попробовал Ну Затянуло Как-то Понравилось Но проработал Недолго И ушел Опять Скажем В спорт А потом Еще одно Было предложение Тоже человек Продолжил В таком Семейном Клубе Поработать При досуглом Центре Хорошо В Катеринадцать Ну и я туда Тоже смело Зашел Тоже очень Увлекло Все И вот до сих Пор С двухтысячного Года Работает Тренер Алексей Ты сказал Что Ты начал Тренерскую деятельность Совмещая Спортивную Свою Карьеру И тренерскую Деятельность На твой взгляд Вот это Совмещение Не дало Ли тебе Каких-то Сдвигов В минус Или наоборот Дало Сдвиги В плюс И в той И другой Деятельности То есть Я имею в виду Я не могу сказать Что мне дало Я просто могу Точно сказать Что Когда ты Начинаешь Объяснять Другим Людям Или спортсменам Какое Это действие Или прием Ты понимаешь Что Ты его Выполнял Может быть Не совсем Правильно Может быть Какие-то были Недочеты А при Объяснении Ты понимаешь Что это важно Было Именно там Захват Положение Дистанция Вот Поэтому Я думаю Что все Молодые Тренеры Которые Были Раньше Спортсменами Я думаю Что они Как раз Каждый Вещь Улавливал И это Дало Как бы Лучше Понимание Давало Потом В соревновательной Деятельности Когда ты Сам Уже Боролос Да Именно Так Алексей Я знаю Что у тебя По твоей Карьере Ну Как Спортсмена Было Несколько Учителей Да Несколько Тренеров Сегодня Как ты Как тренер Используешь Используешь Методики Своих Учителей Какую Методику Больше Ты Используешь От Какого Учителя Здесь Все Очень Просто Слава Богу У меня Учителя Попались Как бы Поэтапно Первый Тренер Зайцев Фитер Викторович Это Представитель Малахита Он Привил Любовь Это Детское Дудо Привил Любовь И Довел Меня До Ну Так Скажем Уровня Мастера Спорта Потом Второй Тренер Как Второй Этап Это Был Журавлев Олег Леонидович Это Так Скажем Дальнейшая Школа 25 Дюшер 25 Вот Там Было Уже Немножко Ну Так Скажем Более Такой Работы Взрослых Что Это Опять Очередные Результаты На Уровне Страны Вот Значит Это Уже Какие-то Были Такие Тонкости Мастерские Вот И Потом Уже В Довершении Третьим Этапом Это Был Девчининов Владимир Николаевич Значит От Него Я Уже Взял Наверное Самую Основу Которого У меня К сожалению Не было Это Работа За Захваты И Только Они Начали Приносить Удовольствие От борьбы Которая До сих пор Существует И То Чего Я Учу Своих Учеников Вот Но Учить Именно Этому Очень Сложно Поэтому Все Вот Эти Три Тренера Они Были Ну Можно Сказать Но Они Таким Одним Целым От Детского Тренера До Перехода Мастерского И Уже Наверное Это Высший Уровень Познание Борьбы Познание Борьбы Виктор Вот сюда Иди Виктор Вот сюда Иди Виктор Вот сюда Иди Внимание Поверните Бабам А что Дверь Держать Ребята Вопрос Очень Простой Дзюдо Это Легко Сложно 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 Так Давайте Тогда Так Для кого Дзюдо Это Легко Руки Поднять Для кого Дзюдо Это Сложно А в чем Сложность Вот Самая Самая Главная Сложность Дзюдо Вот Хворает Нет Держитесь Ага Ну Хорошо Вот Все Что я хотел Спросить Спасибо И всего Доброго Сейчас Мы подойдем Ко второму Тренеру Зовут Светлана И Зададим Ей тоже Вопрос От Дзюдо Светлана Здравствуйте Здравствуйте У меня к вам вопрос От Дзюдо Это Легко Дзюдо Это Гибкий путь К победе И он И он И он Не лег Светлана Говорят Что Борьба Из мальчиков Делает Настоящих Мужчин А у меня Вот все время Волновал вопрос Кого делают Из девочек Настоящих Женщин Говорим Говорим О девушках В дзюдо И Понятно Что борьба Ну вообще Как таковая Ну это не совсем Такая специализация Для девушек Или для женщин Любая борьба Основное Так сказать Может Предназначение Девушки Женщины Это Мама Которая Заботится О своих Детях Кормит Поит Их Убирает По дому А тут Все таки Борьба И Она Подразумевает Некое Не только Техническое Совершенствование Но также Достаточно Сильную Физическую Подготовку Не вредит Ли Как вы думаете Девушкам Ну мы Говорим О борьбе Если Имеется Соревновательная Борьба Где есть Сопротивление Не вредит ли Это вообще Общему Состоянию Девушки Будущему Которая Ну Будет Женщиной Общему Состоянию Девушки Это точно Не вредит А только Помогает И вот Сложился Стереотип Что Женщина Только По хозяйству По дому И с детьми Но Не совсем Верно Я бы с этим Не согласилась Из-за того Чтобы нам Заботиться Девушкам О Своем Потомстве Нам тоже Нужны на это силы Нужны на это И терпение И даже Сила воли И сила характера Поэтому Спорт Он именно Сюдо Я считаю Что он для девушки Помогает Наоборот Развивать Эти качества Которые Ей помогают Дальше В воспитании И своих детей И Во взаимодействии В семье И они Более Уравновешенные Более Подготовленные Для этой жизни И Готовы обсуждать Говорить Чувствовать Это Очень здорово Что Девочки Приходят И посвящают Свою жизнь Спорту Выбирается Для спорта Он красивый Также Для девушек Очень подходит Светлана Скажите Пожалуйста А что Именно для вас Является Важным Как тренера В Педагогическом Процессе На меня Является Доверие Доверие Детей Ко мне Доверие Родителей Ну и Ответное Мое доверие Только Вот Когда Мы доверяем Друг другу Мы можем Прийти к Какому-то Результату И вот Эта работа В треугольнике Тренер Ребенок Она очень важна Поэтому Доверие Желание Тренироваться Детей И На этом Вы сказали Слово Результат Что Подразумевается Под этим Словом Результат Она очень Емкая Для меня На самом деле Слово Это не только Первое место На соревновании Точнее Это Один из Видов Результат Которым Может прийти Воспитанник Это Воспитание Его Каких-то Качеств Положительных Это Вовлечение Его в спорт Это Показать Примером Своим Подрастающим Поколению Как Надо Тренироваться Как Надо Трудиться Как Добиваться Постоянных Как Вообще Этому Научиться Делать Потому Что Не каждый Резвионок Не каждый Человек Станет Чемпионом У каждого Будут Свои Победы Но Научиться Преодолевать Сложности Побеждать Самого Себя Наверное В этом И Случается Есть Такое Слово Мечта Мечта Ваша Как Тренера Мечта Это Такое Какое-то Волшебство На самом Деле Есть Цели Которые Достигаются И ставятся Новые Наверное Для меня Вот Прижайшая Цель Была Открытие Нового Зала Она Получилась И мы Двигаемся Дальше Дальше Идем Вовлекать Детей В спорт И Моя Цель Чтобы Как можно Больше Детей Занимало Кедо Чтобы Как можно Детей У нас Были Здоровыми И Не Были Вовлечены В Пабубные Привычки Внешнего Мира Алексей Вот Ну Назовем Так Нашу С тобой Эпоху Эпоху Когда Мы Были Детьми В принципе Было Ограничение По Набору Детей В группы Единоборств Так называемых Да Там Дзюдо Там Бокс И так Далее Как Мне Не Изменяет Память Там Ну Набирали Не Раньше Там Десяти Одиннадцати Лет И То Делали Какое-то Тестирование Там Вот Я так Помню Сегодня Есть Ну Уже Много Лет Тенденция Там Все Раньше И Раньше И Раньше Берут На Занятия Дзюдо И Даже Есть Проект Такой В Как Проводить Занятия С такими Детьми Что Важно Что Второстепенно Да Роман Георгиевич Георгиевич На самом деле Эта Тенденция Я считаю Правильная Потому Что Просто Часто Смотрю Наши Дети Сидят За Компьютерами За Телефонами И Очень Мало Двигаются Это Не Говорит О Том Что Они Дедом Занимаются Сейчас У меня За Спиной Просто Кисушки Орезвятся Они Должны Прийти На Тренировку Просто Покричать И Победать Они Должны Выплеснуть Свою Энергию Которую Они Не Могут Выплеснуть В Домашних Условах Комнати В Квартире Там Негде Бедать Негде Разгуляться Родители Суру говорят Не делай Так Не кричит А здесь Нужно Все Поэтому Я считаю Что Это Даже Не дзюдо Это Просто Развитие Они Приходят Поиграются Побегают Попотеют И В то же Время Это Для них Некая Нагрузка Которую Они В дальнейшем Потихонечку Начинают Прибавлять Прибавлять Ну и Стоятельно Однозначно Оздоравливаются Что касается Маленького Мокроста Про дзюдо Записи дзюдо Не так было у нас Да Такое на самом Бели Есть Раньше Мы Сдавали Какие-то Нормативы При наличии Хорошего Резутата Тебя брали В инсекте Сейчас Все поменялось Сейчас Мы берем Любого Ребенка Просто он хочет Попробовать себя Он Приходит Делает Какие-то Проводит Какой-то Месяц Другой Занятием Может быть Втягивается Может быть Говорит Что ему Тяжело И тогда Уже Родители Сами для себя Принимают Решение Оставлять его Либо Он идет Другой Вид спорта Либо Он просто Садится Опять дома Ну Это уже Усмотрение Родителей Вот Ребенок Он должен Полюбить Просто Физические упражнения Просто Уметь Элементарные вещи Куркаться Падать К сожалению В школьной программе Этого уже нет Вообще Вот Поэтому Наши дети Будут Элементарно На скользкой дороге Не сломают Руку Не Получат Травму Головы Потому что Они умеют Просто память Вот Поэтому Вещь того Что Наверное Детские Группы В таком возрасте Как сейчас От 4 до 5 лет Это нормально Это детский сад Если Родители Смотрят Наслаждаем Алексей Так Мы говорили С тобой Сейчас О детском дзюдо Да Такой Начальный этап И так далее Но вот Ты знаешь Что еще Есть такая Тенденция Немножко Ну Немножко Такого Форсирования Специализации Или ранней Специализации В дзюдо Когда Детей Совсем Такого Юного возраста Да Начинает Уже Натаскивать Слишком активно На твой взгляд Вообще Хорошо это Или плохо И второе Когда вообще Лучше всего Начинать От Специализации В избранном Виде спорта В данном случае Дзюдо Ну Точно Нужно Начинать Где-то С 10 лет Точно Потому что Они уже Осмысленно Некоторые Осмысленно Некоторые Начинают Понимать Что это Им понравилось И что Они хотят Обучиться И бороться Вот И Очень большое Количество Детей В этом возрасте Они еще Даже не поняли Что Это для них Ну Что это для них Вид спорта Они не поняли Еще Они еще Не нашли себя Вот Поэтому Если Говорить о том Что Детей Раньше 10 лет Начинают Тренировать Тренеры И Ну Так скажем Форсировать Их Да Давать Такую Технику Более Взрослую Не по Не по Разряду Или Не по Поясу Вот Тем самым Они будут Выигрывать На соревнованиях Потому что Точно Такой же Мальчишка У другого Тренера Он не знает Например Приемов Оранжевого Или Тем более Зеленого Пояса Он Белый Желтый Все вот Эти приемчики Пока Изучает И когда На соревнованиях Он встречается С таким же Парнем Который Эту технику Знает Конечно Он Ему Может Проиграть Вот Я считаю Что Это форсирование Конечно Вредит Этим Ребятишкам Ну В первую Очередь Оно Вредит Тем Что Многие Техники Должны Выполняться С мышечной Массой Которая Предрасположена Для этого Броска Ну Например Там Ноги Спина Те же Руки Они Просто Должны Быть Сильными Чтобы Сделать Например Прием Бросок Через Спину Со Стойки Вот И Поэтому Техники Многие Ломаются Ломаются В плане Выполнения Вот Руки Если не Дотягивают Начинают Компенсировать Какими-то Другими Мышцами И от Этого Прием Структуру Ломается Вот И Естественно Соответственно Происходит Ну Элементарные Травмы У этих Ребятишек Вот Поэтому Я считаю Что Все должно Ити Равномерно Обучение Должно Начинаться С Элементарных Приемов Опять же С Правильных Падений Потому что Они же еще И падают После Сложных Приемов Это же Тоже Нужно Уметь Это Сделать А в Группе Не бывает Таких Все Поголовно Прям Там Физически Крепенькие И поэтому Им тренера Дают Эту Технику Вот Они конечно Разные Бывают Вот Один Не сломался Не травмировался А другой Обязательно Травмировался Поэтому Дело Это никто Кстати Не контролирует Этот процесс Ходят Тренироваться Дети А Сколько Он ходил До какого Он периода Удержался В этой Группе Вот Ну В моем Понимании Наверное Все-таки Спортивная школа Она Более-менее Как-то Правильно Что Поставлено Потому что Там Не позволяют Ездить Например На соревнования Раньше Какого-то Там Десятилетнего Возраста Просто Неразрешение Не дают Разряды Вот Ну и получается Что Они-то уже Хотят Ну вот Мы тоже Как бы Их сдерживаем За счет Этого За счет Того Что Ну Даем Все-таки Физическое Развитие Умение Владеть Своим Телом И Соответственно Мы их Годик-другой Как-то Вот Немножечко Удерживаем От этих Проблем Ну и считаю Что У нас Текучки От этого Нету Либо Она очень Маленькая Только Из-за того Что Выбрал Не тот Витя Спорт А Так Все Ходят С большим Удовольствием Потому что Тренировки В игровой Форме Акробатика Очень Долго Нарабатывается Потому что Не все Быстро Схватывают А не все Есть Индивидуум Пришел Прям сразу Показал И он ему Там Начал Колесо Сразу Делать Таких Очень Мало Кувырки Тоже Большую Часть Детей Делает Не совсем Правильно И вот Мы ждем Когда Они Выравниваются Они все Уравниваются Дозревают Дозревают Да Причем Это может Быть даже В течение Двух лет Например Вот я заметил Например Ребятишки Которые Пришли Вот совсем Которые Не умели Что из Акробатики Сделать Сейчас Вся Группа Ровные Уже Конечно Более Серьезные Делают Элементы Акробатические Но Это довольно Такие Долгое Время Нужно Было Для того Чтобы Они Монотонно Постоянно Делали Тренировки Одно и то же Движения И За счет Этого Потенциал Поднимали В акробатике И в приемах То же самое Елемах Точно так же Потихонечку Падение Туда ножку поставил Сюда ножку поставил Потом чуть быстрее Чуть эффективнее Вот Ну и потом уже Они чувствуют Что уже пора И можно И мы их К этому Пододвигаем Потихонечку А сейчас В клубе Динамо Начинается Тренировка Совсем С маленькими Дзюдоистами Это детское Тюдо И сегодня Я сюда Привез Журналы Молодцы А занятия Проводят Светлана В машине И давайте Мы посмотрим Как проходят Это занятие Идем Идем С вами Пошло Прикорбим Двумя Ножками Идем Ручки на пояс Идем На носочках Лев Смотри Как я делаю Ручки на пояс Идем На носочках Молодец Идем И теперь На пятнышко Идем На пятнышко Молодцы Отлично Просходим С вами По коврикам Слова 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 И подержали Путину Слова Путине Встаем на ручки, на ножки. Лопу поднимаем вверх и идем с вами вперед. Каджуме, Георгий, Кирилл, Диму и Атутович. Делаем. Заводим машину. Поехали! Я не могу. Георгий, Кирилл, Диму. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ИНОСТРАННОМЯ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Уши, плечи, уши, нос Уши, плечи, уши И посмотрим с вами мультики Вы знаете, что здесь в дневнике у нас есть мультики? Про дзюдо Вы каким видом спорта занимаетесь, Паша? Дзюдо Дзюдо, правильно Вот здесь есть мультики про ценности дзюдо Вот сейчас мы с вами узнаем, что такое дружба Вы знаете, что такое дружба? Да Вот, не знаю, кто-то не знает, кто-то знает Я знаю, я знаю Я знаю, я знаю Ажина Смотрим Не знаю Пойдемте сюда Здесь дзюдо, как у нас Тренируется там вот и ребята, и зверята Он что-то решил поступить и снимал в дружбу А он подсказал, и упал А они боролись Ну так, как они друют друг Друг Друзья А он помог другу Завел его И вот друг вернулся и будет ударить Видишь, он обнимается Говорит, спасибо, друг, за то, что ты мне помог Иди сюда Здорово? Понравилось? Да Еще раз посмотрим? Да Давайте еще раз внимательно посмотрим Светлана, вот сейчас прошли детские занятия с малышами Какие, ну может быть не одна, а несколько задач При проведении таких занятий вы ставите для себя, как для педагога Вот, занимаясь такими детьми Что они вообще и для чего? Так Ну, во-первых, основная задача – это вовлечь детей в занятия спортом Познакомить их с ритмом спорта дзюдо Познакомить их с ценностями дзюдо И сделать так, чтобы они его полюбили Они, чтобы его полюбили, чтобы они запомнили это И дальше продолжили свою жизнь Вот в этих традициях дзюдо То есть они с собой, чтобы пронесли во жизни все эти ценности Самообладание, дружба, уважение То есть, чтобы они помогали друг другу И здесь мы закладываем вот как раз вот эти навыки Помимо того, что они осваивают координацию В дружбе какие-то выполняют упражнения В парах какие-то выполняют упражнения На силу что-то делают, какие-то упражнения Играть, учатся Учатся именно играть Потому что они не умеют этого делать В таком большом коллективе Вот, поэтому основная задача Вот им показать, что такое дзюдо Познакомить их с этим спортом И чтобы они пройдут в дальнейшем заниматься Как вы думаете Вот тенденция последние Ну, наверное, может быть лет 5-6 идет Ну, очень такого раннего отбора в клубы И так далее Понятно, что с дюшоры, да Или там школа олимпийского резерва С такими детьми в основном не занимаются Да, они набирают Да И основная масса таких детей Идет в частные клубы, как у вас Да Вообще, вот Не опасна ли Такая тенденция, что детей С самого такого прям совсем там С трех лет есть программы Там с четырех лет Я имею в виду, почему опасны То есть, такое складывается ощущение Что родители, как бы, не берут ответственность на себя Самостоятельно заниматься с детьми такого возраста Да И отдают их, как бы, ну, типа так, в кавычках назовем Скидывают в клубы Ну, на самом деле, наши современные родители Они очень обеспокоены Подготовкой детей Развития детей, я бы сказала Потому что сейчас большой выбор очень Игрышков различных, видов спорта Именно, которые набирают там с трех лет Вот эти все развивашки и так далее Это неплохо Это развивает детей Развивает их кругозор Развивает их навыки И если педагог на этом этапе Может внести в их воспитание И в их процесс развития Свой вклад, почему нет? Я не вижу в этом ничего плохого Здесь не идет цель о соревнованиях О медалях Потому что это очень... Они не готовы к таким стрессам И не готовы именно к соревновательной борьбе А что их может, наоборот, подтолкнуть Поэтому на этом этапе основная задача Это показать им, какие есть виды спорта Познакомить их Познакомить их в игровой форме Как раз, что характерно для детей С трех, четырех лет, пяти, шести Потому что они познают через... Именно через игру Все вот эти навыки Осваивают основные взаимодействия в команде Они лучше начинают общаться Они становятся более дисциплинированы И как раз уже к возрасту 7-8 лет Когда они хотят продолжить занятия Своими в спортивной школе Ну или дальше в клубе Уже готовясь к соревнованиям Осваивая именно технику борьбы дзюдо Приемов в партере, в стойке Они уже будут готовы Они уже будут в этой теме Они будут больше владеть информацией Уже будут больше ценить это Ну, мне кажется, это здорово И то, что родители вкладывают своих детей Начиная с этого возраста Мне кажется, это только плюс Потому что мы таким образом Защитим свое подрастающее поколение От каких-то негативных влияний улицы Алексей, ну и напоследок Что, какие бы слова ты мог сказать Тем, кто еще не начал заниматься дзюдо Или детям, подросткам и родителям Для того, чтобы их как-то, может быть Внешне замотивировать Хотя бы посмотреть, что такое дзюдо Почему дзюдо именно Ну, не лучше, а так Если честно, я бы, наверное, совет дал бы такой Нужно прийти в любую секцию ребенку Чтобы родитель ребенка услышал Спросил у него Его желания Походили месяцок-другой Попробовали другой вид спорта И вот таким вот образом Услышав ребенка Родитель должен Отдать его В то, куда ребенок хочет Не обязательно дзюдо Не обязательно Потому что До дзюдо можно заниматься Многими видами спорта Окрепнуть И, может быть, потом ребенок сам скажет Я хочу попробовать это И он, может быть, не через Не сегодня пришел А через 4-5 лет придет То есть ты хочешь сказать, что оставьте дзюдо на десерт Да Оставьте дзюдо тем, кто предрасположен к нему К десерту А может быть, просто к тем, кто созреет Ну, мы часто же ходим в секцию, которая здесь рядышком Около дома Вот, поэтому Ну, вот В таких микрорайонах Или Деревнях Если есть вид спорта Борьба Или футбол Да, то они Либо там, либо здесь Вот Поэтому, ну, наверное, выбор Все-таки Больше родители делают такой Они не слышат ребенка А может быть, такой возможности Нет, какой-то вид спорта Еще попробовать Вот Но это надо делать Спасибо Спасибо